С вами Русскиви. Я веду репортаж из Новой Зеландии. Сегодня 18 ноября 2016 года. Я сейчас покажу, как мы заселим в Новой Зеландии. Наверное, немножко любопытно будет. Вот такой вот небольшой кинчок. Ножерск – это скромный государственный дом, в котором мы живем уже 18 лет, который сейчас проходно-правительственная либерала хочет приватизировать. Народную собственность хотят распродать. Вот там вот работают мои соседи. Махалия и Джефф – они свой город садят. Все это падает в зелени. Мы живем в местности, которая называется Стресс-Мак-Парт. Это район Велингтона, неподалеку от аэропорта. Надеюсь, слышно пение птиц. Вот. Ну и вот. Я ваш походный снега русскими. Владимир Звилинцев – русский казак. По совместительству шамам – божий пес. Вот. Отдельная история. Надо рассказать, чтобы понять. Вот веревочка, на которой будет повешена либерасты всех мастей. Вот. Сейчас мировая революция началась. Она одновременно с Армагеддоном сейчас пойдет у нас. Ну и инферно все вылезет наружу. Они сейчас повылазили. Накидь, что-то. Давно дерьмо варилось. Значит, в серевье земном. Сейчас повылазило. Ну, вот я сам делаю. Мы их будем пить. Вот этот дом я получил. Как работал в социальной сфере. От государства. Это государство – квартиры. То есть так же, как в Советском Союзе. Давали всем квартиры. Причем мы, бюджетники, получали эти дома. Я его обихаживал, облагораживал, ремонтировал. А теперь меня, как собаку, хотят выбросить на улицу. Ну, у них ничего не получится. Хотелки-то они большие имели. Да вот только кумишкам слабоват. Чтобы их реализовать. Сейчас столкнутся с нами. С русскими казаками. Сколько родных? Да, казаки-то еще ладно. Казаки – это казаки казакам розы. А вот знания эгрегориальных, матричных типов управлений, которые достойно шаман знатны. Вот это, конечно, сможет решить вопрос. Да, кстати, ничего там у них не получится просто потому, что мы будем приводить власти сейчас вот этого человека. Это новозеландский Дональд Трамп. Зовут его Винстон Питерс. Зовут его Винстон Питерс. Житель Орд Питерс. Если сказать, что он по каризме в Новой Зеландии нисколько не выступает Зеленовского. В отличие от Зиреновского он не демагог, а очень мощный и уважаемый политик с 30-летним стажем. Как минимум, по крайней мере, я знаю, что эта команда, все наши люди получили в нашу газету. Это следующее правительство Новоизеланды. Наш сосед, он тоже член этой партии, наш районный, так сказать, председатель нашего районного комитета, мировый зам. И, в принципе, вот что мы будем делать. Новоизеланды.